Здравствуйте, с вами канал Максимадзе и обзор игры Super Mario Bros. Java Edition. Субтитры делал DimaTorzok Наверное, я в скором времени даже сниму на него обзор. Может быть, даже кому-то из вас захочется даже сделать свою собственную игру про Марио. Поверьте мне, это не так сложно, как может показаться. Это даже просто. Главное, научиться все делать. Ну так вот. А недавно, вот 22 января, вышла Длюкс-версия Super Mario Bros. Java Edition. И давайте взглянем на эту игру. Как только мы запускаем игру, мы видим такой же, точно такой же тайл-скрин, как в оригинальном Super Mario Bros. 1985 года, выпущенной компанией Nintendo. Но здесь уже мы видим 4 кнопки. Начать игру за Марио, начать игру за Луиджи. Отличия в Марио и Луиджи в этой игре только в расцветке персонажа. Настройки и выйти из игры. В настройках можно выбрать оконный или полноэкранный режим игры. Настроить управление под себя. Настроить громкость звука. После того, как мы выбрали персонажа, мы попадаем в меню выбора эпизодов. И вот, собственно говоря, отличие Длюкс-версии от стандартной. Стандартная версия вышла еще в 2019 году. И она содержала, так сказать, просто только один эпизод. Это Classic Worlds. Собственно говоря, там даже и не было никакого выбора эпизодов. Там мы сразу попадали же в меню этого Classic Worlds. И давайте как раз таки его сначала и рассмотрим. Classic Worlds это уровни из игр Super Mario Bros. оригинальные и Super Mario Bros. 2 The Lost Lels. Которая вышла на Famicom Disk System в 1986 году. Они выходили как две разные игры. А здесь, в нашем сегодня обозреваемом Super Mario, все уровни из первой и второй части были объединены в одну игру. Мы видим четыре варианта игры. Стандарт мод. Стандартный мод это... Ну как бы, но мод, то есть режим. Стандартный режим это все 64 уровня из обеих игр. И причем не так, чтобы сначала все уровни из первой игры, потом все уровни из второй игры. Нет, они перемешаны друг с другом. Здесь 8 миров, ну как обычно. Однако в каждом мире не по 4 уровня, а по 8. Первая половина мира это 4 уровня из первой части. Вторая половина мира это 4 уровня из второй части. В конце каждого мира мы попадаем в бонусный уровень. В котором до пятого мира, с первого до пятого мира, можно получить 2 жизни и 2 усиления. А вот после пятого мира и до восьмого мира, уже 4 жизни, 2 усиления и 18 монеток. Все это нужно для того, чтобы было легче пройти игру. Но поверьте мне, пройти стандартный режим со всеми 64 уровнями это крайне непростой квест. Надо быть профессионалами, чтобы все это пройти. Дальше. У нас есть также свободный режим. Freeplay мод позволяет нам выбирать любой мир и любой уровень игры. И также любой бонусный уровень. Однако в этом режиме прохождение, так же как в стандартном режиме идет. Однако в этом режиме, после того, как мы проходим последний уровень мира и проходим бонусный уровень после него, мы не попадаем сразу в следующий мир. Нас выкидывает обратно в меню уровней. Вот так вот. Ну а Original Levels и Lost Levels это отдельно первая часть Super Mario, отдельно вторая часть Super Mario. Там тоже в конце каждого мира есть бонусные уровни, однако поскольку количество уровней в обоих режимах, как вы понимаете, почему сократилось в два раза, бонусы в бонусных уровнях тоже уменьшились в два раза. Во время прохождения игры, нажав на Escape, активируется пауза игры и мы видим вот такое вот меню. Здесь можно также выбрать полноэкранный или оконный режим, настроить управление под себя, настроить громкость, а также есть две опции. Во-первых, начать уровень с самого начала, рядом с этой опцией можно также посмотреть количество своих жизней. Или также вернуться к чекпоинту, ну если вы до него дошли, конечно. Однако и то и то будет стоить вам жизни. И если на вашем балансе, так называемом, осталась только одна жизнь, эти опции будут недоступны. В общем, проходим все уровни до конца и, собственно говоря, спасаем там принцессу. Это типичный сюжет для игр про Марио. Ну а теперь давайте посмотрим контент, который нам добавляет Длюкс-версия. Special Worlds и Extras Worlds. Начнем со Special Worlds. Короче говоря, это 32 уровня из игры Super Mario Bros. Special, которая выходила от компании Hudson Soft в 1986 году для таких систем, как Sharp X1 и NEC PC-88. Однако здесь, тем не менее, нету такой цветовой палитры, жутко кислотной. И нету, к сожалению, новых врагов. Кстати, забыл сказать. В уровнях из Lost Levels также отсутствуют кальмары на суше. Ну то есть, не на подводных уровнях. А также нету ветра. Нету ветра, на некоторых уровнях был ветер. Который полностью менял геймплей в определенных моментах. Ну так вот. В Special Worlds также есть стандартный режим и фриплейный режим. Стандартный. Это также 32 уровня по порядку. В конце каждого мира также бонусные уровни. И фриплей мод. Это также позволяет тоже выбрать любой мир и любой уровень. А теперь Extras Worlds. Дополнительные миры. И вот это, мне кажется, самое интересное дополнение Deluxe версии. Здесь 4 целых варианта игры. Hardcore мод, Fantasy мод, Time Attack, ну и традиционный для каждого эпизода фриплей мод. Hardcore мод это 4 хардкорных мира из Lost Levels, которые в исходной игре разблокируются только после прохождения оригинальной игры в 8 раз. Уровни эти поражают своей сложностью и, в общем-то говоря, пройти их не так-то просто. Time Attack мод это необычный режим игры на время. Мы выбираем одну из трех игр и попадаем в так называемую мешанину из многих уровней выбранной нами игры. На ее прохождение дается определенное количество секунд. Если во время прохождения этой самой так называемой мешанины вы умрете, то придется все начинать заново. А теперь, наверное, самое интересное это Fantasy мод. Там, короче говоря, 17 уровней, 4 мира. Половина из этих уровней придуманы были самим мной. Тут, наверное, каждый мир стоит по очереди разобрать. Давайте начнем с первого. Первый уровень первого мира Fantasy мод является отсылкой на игру для кнопочных Nokia Booms. Здесь мы видим первые два уровня. Это ремейк первых двух уровней. И дальше второй уровень. На втором уровне у нас подземка, в которой куча деревьев находится. На третьем уровне мы ходим по трубам. То есть весь уровень из труб. А четвертый уровень это такой вот каменный замок, в котором нужно выбить блок и преследовать этот гриб. На пути вам будут встречаться различные препятствия, которые вам будут мешать преследовать этот гриб. Вы должны успеть поймать этот гриб в конце. Если вы его не поймаете, попасть к Боузеру и завершить уровень вы не сможете. Придется начинать все заново. Второй мир Fantasy Mod это исковерканная версия первого мира из оригинального Super Mario Bros. В чем его различие от оригинального первого мира из первой части, вы наверное сами заметили уже. Третий мир является копией девятого, также бонусного мира из Lost Souls, который мы попадаем в исходной игре, если мы проходим игру без использования Warp Zone. Ну а четвертый мир это тоже уровни, которые были придуманы мной. И первый уровень начинается сразу же с замка. То есть как бы продолжение после вот предыдущего мира, сразу прямой. И в этом замке мы видим целых семь лиц криперов из Майнкрафта. Каждая из которых будет встречаться также на следующих уровнях этого мира. Выбравшись из замка, мы попадаем на следующий уровень. Второй уровень это вот такая вот коричневая подземка, в которой мы тоже можем увидеть лица криперов. Третий уровень это подводный уровень. И третий уровень, наверное, является самым ключевым уровнем в этом мире. И потому что он решает судьбу следующих двух уровней. Да, кстати, в этом мире 5 уровней, 4. Но об этом чуть позже. Во-первых, как вы видите, здесь есть отсылка на игру Flappy Bird. Ну и как только мы проходим несколько труб, мы попадаем в место, которое дальше труба закрыта. И мы видим трубу-переключатель, который переключает, включает и выключает режим проклятия. Это так называемый Wicked Mode. При его включении все становится черно-белым и появляется больше врагов. Также открываются или скрываются некоторые вот эти вот так называемые проходы. Пробравшись к концу уровня, мы видим еще один такой переключатель. И тут нам предоставляется возможность или подняться и завершить уровень с режимом проклятия, или выключить режим проклятия и завершить уровень без него. Собственно говоря, в зависимости от выбора, следующие уровни будут отличаться. Давайте посмотрим, что же будет, если пройти игру без режима проклятия. Точнее, уровень этот пройти без проклятия. Четвертый уровень, это будет замок. И в начале мы видим вот такой вот пол. Видно, что под ним что-то есть. И к этому проходу, который находится под ним, мы еще вернемся. Такой вот замок. Короче говоря, однако, в конце него не будет никакого бозра и принцессы. Мы выбираемся из замка и переходим в следующий уровень. В следующем уровне мы вновь проникаем в замок. И там уже мы поднимаемся на четвертый этаж. Первый этаж, там нужно пройти по дощечке по лаве. Второй этаж, там будет лабиринт, в котором надо идти по правильным сторонам. Третий этаж, это комната, где будет очень много куба труб. И, наконец, четвертый этаж, там мы уже побеждаем бозра и заполучаем принцессу. А теперь давайте посмотрим, что будет, если пройти третий уровень в режиме проклятия. Во-первых, не будет того самого пола. Этот так называемый проход в четвертом уровне будет открыт. Упав в него, мы попадаем в комнату, где нужно будет угадывать нужные трубы. Неверная труба приведет к потере жизни. После того, как вы угадали все трубы, мы встречаем подземку, в которой также снова мы видим лабиринт. И пройдя его, мы выбираемся из этой пещеры и идем в следующий уровень. Поскольку мы в этот раз выбрались из другого места, мы оказываемся в задней части замка. И входим в него через секретный подземный проход. И, собственно говоря, проходим подвал этого замка. Подвал довольно-таки интересен. В конце подвала будет труба, которая приведет нас на четвертый этаж. Также к Боузеру. Однако, проход будет закрыт. В режиме проклятия к Боузеру пройти не получится. Вам нужно будет отключить его. Ну и, как вы поняли, игра завершится в обоих случаях все-таки истинным концом. Без режима проклятия. На этом, в принципе, игрушка себя исчерпала. Я также еще не рассказал про вот эти вот секретные миры. Еще парочку секретных миров есть, которые можно открыть вот такими вот способами. Эти миры, кстати, и сразу скажу, доступны только в Deluxe версии тоже. Их проверить вы сможете сами, скачав игру по ссылке в описании. Ну, а теперь давайте я вам покажу, как эту игру устанавливать. Ну, во-первых, после того, как вы скачали архив, вы, конечно же, должны распаковать его в какую-нибудь папку. Ну, например, давайте создадим папку Super Mario. Открывайте архив с помощью WinRAR. Ну, можно и без WinRAR, в принципе, обычным, как обычную папку открыть. Но WinRAR будет удобнее. И все файлы перекидывайте в эту папку. Можно запустить просто нажав вот сюда. Игра должна запускаться с помощью Явы, которую, если у вас ее нет, то вы можете скачать ее по ссылке в описании. Вот этот файл должен был, должен открываться вами с помощью вот этой самой Явы. И вот таким образом запускается игра. В архиве также будет лежать руководство, в котором вы можете узнать особенности и много чего полезного про игру. Ну, а теперь я вам также покажу, как сделать так, чтобы игра у вас красиво отображалась на рабочем столе. Должны нажать правой кнопкой мыши по запускному файлу. Создать ярлык его. Переместить ярлык куда вам угодно. Ну, например, на рабочий стол. Переименовать его, как вам было бы удобно. Нажать также правой кнопкой и в свойствах поменять значок. Который у вас также в файлах игры будет лежать. Но, хотя, при этом вы можете любой свой значок поставить. И вот, теперь игра красиво отображается и вы можете играть ее и запускать. Надеюсь, что вам игрушка понравится. И вы поставите лайк. На сегодня все. С вас лайкоса, подписывайся с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в вконтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok